добрый день я вас приветствую всплыла тут тема психологов и психология начнем с конца мало кто несет большую ответственность за деградацию человеческого интеллекта и духа за разрушение семей за превращение извращения в норму нежели люди именуемые психолог в свое время датский философ киркегор такое определение дал профессии журналистики он говорил что здесь вы добьетесь деградации в самый кратчайший срок добавлял если дочь ваша понимаете сами то может она еще и справиться от ежели сын стал журналистом то пишите пропало сегодня нету ничего гнуснее чем современная психология рене геном еще сто лет назад называл вот все эти явления включая психоанализ сатанинскими это сатанинские явления и я знаю прекрасно что сейчас произойдет сейчас начнется ну как же так как же так не понимая существа вопросы люди начнут не говорить но как же психологи это те кто объяснили не знаю какому-то там кавказскому горячему мужчине что жену надо бить только по праздникам они каждые выходные убедили его в этом или объяснили какой-нибудь там дикарки где-то там что в первой брачной ночи не надо вызывать не скоро помощь не полицию объяснили это или психологи социальные работники что они никогда никому не помогает конечно помогает на самом деле можно еще и еще и еще найти как он абрамовича скажут добрый человек скажут абрамович добрый человек он принимает людей бесплатно он действительно заботится о них он выражает им человеческую солидарность то есть что этого всего нету конечно есть но научитесь пожалуйста представить целостную картину в рамка этой целостной картины вы найдете рабиновича абрамовича которые заботились о людях которые добрые в этой но они часть процесса разрушения вы можете среди журналистов тоже найти каких-то нескольких публицистов которые пишут до сих пор правду а например каких-нибудь там не знаю выставках или концертах и они тоже относятся к этому сообществу но простите пожалуйста когда мы говорим журналист мы имеем в виду мы имеем в виду сен и мы имеем в виду россию один с ток-шоу мы имеем в виду первый канал мы имеем в виду израильское телевидение для тех кто нюхал эту гадость тоже то есть мы не имеем в виду какого-то там специалиста по ивриту на израильском радио которому дают пять минут в неделю сказать что-то душеусладное мы говорим сейчас в целом о явлении в целом в целом то что сегодня происходит в мире то что разрушенной семьи то что половина детей там и сяма где и больше рождается вне брака живет без отца то что меняют пол то что парады устраивают что что завлекает туда детей этому всему же есть научное оправдание это же мы всему есть научное объяснение многонаучное азоханве как бы сказала моя бабушка не научные необъяснения на это то чем занимается современная психология это люди которые превратили наше общество в его нынешнюю пародию на то чем человеческое содружество должно быть надо понимать что это люди которые не люди это люди которые являются сатанистами на иврите сатан это не какое-то там чудовище а это противоположная сила противоустроенная сила сетра ахара это своеобразная дьявольская сатанинская сила лилит вот все вот это вот это есть психология и не надо давать спуск при том что там есть конечно какой-то рабиноича где-то иванов найдется тоже добрый человек хороший человек что-то делает хорошие в таком вот смысле просто я не говорю же том же донер нужны психиатры которые психом будут у всякие уколы колоть чтобы они меньше других резали меньше себя резали я помню в тюрьме сидел у нас там был один мальчик который просто всех резал просто всех резал даже как-то меня перевозили в воронке с места на место в суд надо было ехать и в воронке сидят несколько таких вода в наручниках а его к нам этого замечательного человека в воронок посадили но так что он не мог никого порезать не уроки были сзади что вы думаете он сделал первого человека слабого иногда но для меня слабо не а то кто сидел рядом со мной первого кого он увидел он на него набросился оказывается на здесь его лезвие он зубами его резал пойдет что-то бывает случая когда хорошо таких людей наверное уколом или еще каким-то методами успокаивает но мы же сейчас не об этом мы о причине деградации современного общества мы да скажем конечно что это деградация она имеет смысл что нужно перемолотить всех этих добрых самритян кшатриев и прочих положительных красивых людей для того чтобы разочарование в них привело к новому поиску и таки да проявлению духовности говорили и скажем оптимизм не иссякнет но оценки надо давать правильное тому что происходит во первых мы назвали вещи своими именами и не давайте никогда психологом в разговоре с вами утащить какие-то частности они же сразу будут говорить это часто скажут подождите скажут если женщина приходит и просят о помощи нам ну как я не помочь вот вам психологи на это вранье мы сейчас говорим не об этом они вас будут утаскивать от истины маленькими подробностями будут втягивать вас разговора о каком-то добром иудея как бы рабинович и добром самаритянине иванове которые являются просто маленькой какой-то там шестеренка во всей этой громаднейшей системе система которая всегда является современном общество всегда катализатором зла это абсолютный катализатор зла почему это произошло можно очень кратко ответить хотя мы с вами сейчас посвятим этом несколько бесед поговорим об этом сущностно подробно но для начала психология с ее подсознанием она расписалась в своей уже порочностью такая тогда когда как ищут подсознание они над сознанием этим уже все сказано это просто преступный низший мир это удовлетворение нижайших инстинктов это поощрение нижайших низ это возведение нижайших инстинктов на пьедестал человеческой необходимости знакомая в англии рассказывала в кембридже преподает у коллеги родился ребенок она поздравляет коллега говорит спасибо дальше она спрашивает ну а кто у вас родился он помрачнел сказал когда он ребенок этот вырастет тогда он решит кем он будет мальчиком или девочкой понятно это психологи это их сатанинское отродье так и назовем друзья которые привели человечество к этой стадии деградации и конечно же там найдутся исключение и найдется какой-нибудь там абрамович который при этом ходит в синагогу и даже рекомендует что-то положительным мы сейчас говорим в целом это орда это орда будь то адвокаты психологи социальные работники это все одно и то же это все одно и то же журналисты там же публицисты телеведущие это все один и тот же хлам вместе с псевдо философами так далее но психологи это конечно же гвардия это национальная гвардия извращенцев они называются психологами к ним можно там и рэперов и джазистов и рок-н-ролльников и всякого рода там еще прочих представителей низов но почему это то потому что они изначально не стоит прицел никакой иной задачи сегодня кроме как удовлетворение нижайших потребностей человека приспособление человека с его порогами к современному обществу и они не просто приспосабливают к обществу они способствуют деградации общества и по мере деградации они также дают все более более деградированные советы и направления поймите они берут самый низ психологи что они человеку который приходит какой-то проблемы они рекомендуют ему заняться медитация рекомендуют ему искать высокие пласты души раскрывать их не все могут но есть люди которые могут это не 0,01 процента 0,01 процента 0,01 процента те которые сегодня уже готовы что-то слушать среди тех кто приходит к психологам у которых все-таки есть какая-то душа и их намного больше людей которым можно было бы конечно ожидать направление вверх любое исправление вверх они дают направление вниз они вам будут рекомендовать все виды извращений когда нечем извратиться будут толкать на какой-нибудь рукосуществе чего только нет это люди у которых нету ничего святого действительно служители низа сатаны вместо того чтобы поднимать людей до уровня божественного понимания раскрытия божественной души это не сказки метам ведь медитация которая дает человеку полное ощущение духовного своего начала кто из психологов этим скажите но вот сейчас скажешь но да вот есть там один где-то там рабинович да он и почерк смотрит и еще что я еще вот так они будут вам морочить голову и кто-нибудь скажет прошу но что среди них нет религиозных людей которые дают как бы религиозные советы тоже есть 0,0 десятых 1 миллионный процент ухожу тысяч на процент которые такое тоже проделать своим пациентам такой может быть конечно вдумайтесь теперь приходит человек к вам серьезные душевные боли душевную боль дети пошли в сторону в семье неурядицы то с чем мы сталкиваемся каждый из нас в той степени мы сами или наши родственники развод разлука с любимой женщины все что вот дальше начинается что депрессия недовольство и ты приходишь посоветоваться мы не надеюсь никто из вас не пойдет к этим что должно случиться то есть ты приходишь человеку который дает совет какой-то тут он должен тебя направить куда хотя бы на уровень простой религиозности хотя бы туда но хоть это кто из них такому вывода страждущему может порекомендовать например прочтение псалмов текун клали или просто псалмы кто из них это делал я хочу видеть этого человека чтобы каждому пациенту который приходит он рекомендовал просто читать хоть раз день псалмы по 10 минут в день кто из них это делал кто из них рассказывает дальше человеку о том что есть духовный путь что его неурядицы это от того что его низшие инстинкты неудовлетворенные они властвуют над ним а что просветление он может подчинить все собственные силы инстинкты обратить их в добро кто из них это говорит ни того и не другое что даже простого морально-религиозного этического уровня вы нигде не сыщете почти что почти что почти что обычно это просто совет как идти в испод путь преисподне без преувеличения это так поэтому можно было бы на этом бы остановиться сказав просто уже все мы объяснили вам то что это локомотив современной деградации и модернистской перверсии вы все это знаете наука доказала так то и так то и так то в необратимость деградации извращения это их изуски это их выпрыск яда их психологически дальше конечно еще они вам могут что сказать кстати но вот были же такие люди как карл юнг ну что почитайте человек верующий словно понимавший многое и в строении души на самом деле но методика его куда повела поэтому геном линчует словесно карла юнга еще более сурово чем фрейда которому тоже конечно досталось и по делам и по делам но мы сейчас уже с вами находимся в период который является следствием уже следствием того что натворили предшественники обратимся к некоторым мыслям о ринагенона шри уробинде интересное также я видел кое-что у юлиуса эволы давайте призадумаемся вместе о том что они творят для всех еще раз для всех кто вот хоть ну как-то евреи немножко или как-то причастны к знанию духовному 100 или другой стороны их порочность том что они берут самые низшие слои души и их пытаются воцарить водрузить отодвинуть все остальное это их главный приоритет поэтому они сатанисты не то что они служат каком-то там чучело под названием там сатан дьявол или и они не стоят и не служат не качаются не служат свечки не зажигают свечки не зажигают они занимаются дьяволичной в ее именно глубинном смысле это современная психология теперь давайте немножко почитаем и подумаем об этом уже при помощи людей которые умнее нас меня по крайней мере генона у рене генона есть такая замечательная книга царстве количество и знамение времени где он тоже анализировать современную ситуацию хлестка в его стиле рекомендую глава 34 называется зло психоанализа луз зло психоанализа кстати здесь на ход обнаружим высказывание которое не нравится многим моим соплеменникам не время я его прочитаю но в самом начале с него начнем это сноска которая почти изначально она важна случае самому фрейда основателя психоанализа совершенно типичен с этой точки зрения так как он никогда не приставал называть себя материалистом однако замечание по ходу дела почему главные представители новых тенденций такие как энштейн физики бергсон философии фрейд психология ченнер можно было давать адлера психологии суда еще многие другие менее значительные почти все по своему происхождению евреи если не потому что существует нечто в точности соответствующе пагубной разлагающие стороне с сошедшего со своего пути кочевничества который неизбежно доминирует у евреев оторвавшихся от своей традиции как здорово и конечно же сейчас кто не скажет вот генон он не любитель нашего с вами народа я могу сказать наоборот любитель он все правильно сказал когда еврей отрывается традиции то рождается чудовище а как иначе это можно определить когда еврей становится как кочевником то тогда он охватываем низшими идеями тех народов среди которых он находится обрусевшие евреи взяли худшие на определенном этапе из русской революционной традиции не они и выдумали среди первых революционеров евреев то почти не было и вопреки байкам и сказкам в первом большевистском правительстве евреев был не 85 процентов как некоторые говорили был один только в первом правительстве там был один всего и но потом пришло 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 и ванка вы там где-то до 15 процентов что тоже очень много где где-то было и 20 процентов я имею ввиду руководящих органах да было заметно и геном то пишет правильно просто нам это сейчас за одно так такой пас да теперь а насчет еврейской традиции так на ней собственно базируется учение геномы для тех кто умеет читать так просто сноска и замечание мы начинаем читать 34 главу царство количество знамений времени не отвлекаемся больше на зло психоанализа еврейский вопрос как в известном анекдоте на не знаете анекдоту давайте расскажу еще анекдот перед тем как мы сюда войдем попросили у немца француза русского и еврея написать небольшой труд какой-то о слонах немец принес громадный тон введение слоноведения на француз принес приятное такую книжку хорошие обертки цветочек запах дуков слоны и любовь русский пришел с красным тумом россия родина слонов еврей принес такой старенькую брошюрку слоны и еврейский вопрос но у нас сейчас не еврейский вопрос а общечеловеческий вопрос зло психоанализа пауза теперь поехали если от философии мы перейдем к психологии то заметим что те же тенденции проявляется в самых недавних школах и в еще более опасном виде так вместо того чтобы выражаться в простых теоретических воззрениях они находят практическое применение очень настораживающего характера наиболее представительным из этих методов с нашей точки зрения является методы известны под общим названием психоанализа к тому же следует отметить что со странной непоследовательностью это манипулирование элементами несомненно принадлежащим к тонкому миру постоянно сопровождается тем не менее у большинства психологов материалистической установкой то что мы сказали про фрейдман материалистическая установка это очень важно который они без сомнения обязаны своему предшествующим образованию а также наведению неведению в котором они пребывают относительно истинной природы тех элементов которые которые они приводят в действие то есть подавляющее большинство их не имеет представляет о чтобы человеческая душа мы это понимаем они не изучали это они не практиковали не медитации не молитвы как раскрывается божественная душа человек он для этого должен практиковать если человек не ходит на ногах он не будет футболистами многие не развивает мышцы атрофированных большинства 99 999 его супраментальная его надприродная душа она бездействует она ничем не занимается не через интеллектуальные упражнения не через изучение текстов тем более не через непосредственно духовную практику и нету психолог нет у них этого нет них нет они не знают они находятся в неведение постоянно кстати вот ауробинда пишет о неведении невежество они прибывают не является ли одной из наиболее странных черт современной ноги то что она никогда в точности не знает с чем в реальности имеет дело даже когда речь идет о собственном телесных силах впрочем само собой разумеется что некая лабораторная психология завершение процесса ограничения материализации в котором литературу философская литературная психология университетского образования представляет собой лишь менее продвинутую стадию и которой есть не что иное как нечто вполне вроде побочной ветви физиологии всегда сосуществует с новыми теории методы именно к ней относится то что мы говорили выше о попытках свести саму психологию количественной науки сам по себе тезис сведения психологии количественным это уже важнейший диагноз для понимания обсуждаемого тот факт очень значительно сам по себе что современная психология всегда рассматривает только подсознательное и никогда сверхсознательное которое логически должно быть его коррелятором конечно выходит за рамки просто словарного способа выражения не стоит сомневаться что в этом выражается проникновение которое совершается исключительно через низ то есть с той стороны которая соответствует здесь человеческом бытии также как и повсюду в космической среде трещинам через которые проникают самые пагубные влияние тонкого мира мы бы могли даже сказать такие влияния которые обладают поистине инфернальным характером инфернальным характером это и сатанизм о котором мы говорим они заняты по сути внедрения в человеческое сознание чем практическим внедрением всех низших элементов они несут прямую ответственность еще раз повторяю за разрушение семей за обездоленных детей это они 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 и при этом где-то там конечно же они кому-то там помогают кого-то гладит по головкой но в целом это они на практике на практике психоанализ это пример того что они делать за сто лет их активной деятельности все же ухудшилось совершенно не сравненно с тем что было сегодня карл юнг уже представляется святым как в канаде есть известная человек с кем психолог как бы с позитивными наклонностями конечно есть такие люди из да у меня один из ближайших друзей в прошлом был он был психотерапевт тем не менее он он то как раз понимал это все он как раз понимал все марк ефимович бойм цагера для тех кто для тех кто в москве ближайший друг он понимал это все будучи сам из этого мира он принимал конечно это все и он пытался действовать иными методами но вот это исключение с правилом вообще ничего мы с вами сейчас еще кто изучаем не исключение справа целостное явление вот привыкнуть целостный взгляд это то чем мы сейчас занимаемся охватываем целостные трещины послушали человек повсюду в космической сет трещин через который проникает самое пагубное влияние этого трещины шоку трещин мы представляемся некую личность вот каналы проникновения в наше существо самых худших инстинктов извращения насилия всего это вот эти вот все трещины которые идут от инфермального от низшего именно психология является такого рода инструмент некоторое начинаем дальше в качестве синонима или эквивалента термина подсознательное принимают термин бессознательное который понятны буквально мог бы быть отнесен к еще более низшему уровню бессознательное но говоря по правде который менее точно соответствует реальности если бы действительно речь шла подлинно бессознательно не ясно даже как вообще об этом можно было бы говорить и в особенности в понятиях психологии кроме того на каком основании нужно предполагать существование в реальности чего-то бессознательного если это не простой материалистический или механистический предрассудок как бы то ни было но стоит отметить ту странную иллюзию благодаря которой психологи из стали считать состояние чем более глубокими чем они оказываются более низкими нет ли этом уже как бы знака тенденции противления духовности корот которая одна лишь может быть названа поистине глубокой поскольку она одна соприкасается с принципом и самим центром бытия ровно то что мы с вами излагали в самом начале это исправление человеческой личности глубина сознания высота полета это надстройка для того чтобы преобразиться в том числе даже простом человеческом смысле меньше ругаться меньше ссорить даже на этом уровне но для этого должно быть что-то стоящее надо надо если человек усердно погружается в молитву то у него есть уже живое ощущение существующего на дне это не психологию это то чем должен был бы заниматься каждую испытывающий душевные смуты обратиться к тому кто специалист по человеческой душе а именно люди духовно которые могут направить которые действительно дадут тебе расширение твоего сознания возвышение твоей личности с другой стороны поскольку сфера психологии вовсе не простирается кверху поскольку сверхсознательно естественно остается для нее столь же чуждым и закрытым как и всегда если что-то и встречается относящиеся к нему то она просто присоединяется к подсознательному ассимилируя с ним именно такого почти не меняющийся характера йоги по тетических объяснений относящихся таким вещам как религия мистицизм а также некоторые аспекты таких восточных учений как йога в этом смешивание высшего с низшим уже есть что-то такое что можно рассматривать собственно как подготавливающие настоящее разрушение смешение это есть либеральный кольцо это психологический функционализм есть такой термин релятивизм позитивизм все вот это нише эра все это нише мир того хаос то что было до того как до того как хаотичное состояние тут же эдомийских эдомийских царей пожалуйста всех сюда все все эти явления это то что насаждает современная психология и то о чем надо повествовать дальше мы повествуем дальше следует рене генону царство количества и знамений времени глава зло психоанализа отметим также что обращение к подсознательной психологии также как новая философия якобы философия тут он пишет генон то есть раньше психист майер изобрел выражение сублимированное сознание которое для краткости было заменено позже в словаре психологов без сознательно все более и более стремится соединиться с метафизиками и в той же мере она неизбежно сближает в тайме и в той же мере она неизбежно сближается может быть не желая этого по крайней мере это кажется касается тех и представителей которые считают себя материалистами несмотря ни на что со спиритизмом и другими более-менее сходными вещами опирающиеся в конечном счете на не те же темные элементы низшего психизм ну так вот эти все гипнозы вот эти все гипнозы наблюдал к на это 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 реально имеют у них гипнозы по телевидению хотя может он тоже что-то реально я имею ввиду живые сеансы гипноз якобы это должно было людям помогать избавиться от заика не тогда кстати сама помощь в избавлении от заика не может мне ничего похоже на это глубже все это сведение сведения высшей энергетики в лучшем случае просто к материальным извлечению что спорно стоит или не стоит этим заниматься спорно но что бесспорно это же на это разрушение всех устоит мироздания высшие суд служит низшим они на на наоборот если эти вещи происхождение характер которые более чем подозрительны имеют таким образом вид предшествующих из координированных движений психологии недавнего времени и если ей удается пусть сложным но тем самым и более легким образом чем метафизический который еще обсуждается в определенных кругах ввести упомянутые элементы в текущую жизнь той сферы которая считается официально наукой то весьма трудно не признать что истинная роль это психологии при настоящем состоянии мира может быть только активным содействием второй стадии антитрадиционного действия в этом отношении претензии обычно психология которая сейчас стала речь присоединить к себе некоторые вещи искусственно относя и к подсознательным которые полностью ускользают от нее по самой своей природе еще раз обнаруживает несмотря на свой достаточно четкий разрушительный характер то что мы могли бы назвать ребяческой стороной террор так как объяснение такого рода точно так же как и социологические объяснения тех же самых вещей по существу еще упрощенческая наивность доходящие иногда до нелепости это значительно менее опасно с точки зрения ее действительных последствий чем поистине сатанинская сторона которую мы должны рассмотреть теперь более тщательно в том что касается современной психологии сатанизм современной психологии в чем при сатанизм когда начинает рассматривать библейских персонажей с точки зрения психологии был ли илья у ановей интровертом или экстраверта илья пророк он был интроверт или экстраверта пара лет назад один из этих вот приятели знакомых нечего-то пытался мурлыкать на тему психологический психологический портрет раби нахмана из бреслова на времена хомендель и скотской им сказал друг прелестный ты когда этих читал вреду что в русском приводит друг пресса граники что ты же не сможешь понять и но ни одного абзаца из того что эти люди писали подняки возьми ты же не можешь ничего там понять почему ты говоришь о чем ты говоришь это попытки шубер то есть представителя низшего сословия притянуть все за за уши к своему низменному поэтому бесконечно сейчас историю о том каким был бах были у бах еще какие-то отношения с какой-то женщины помимо этих пушкин понятно да тоже ты все они становятся предметом низкого речения зачем уничтожение даже все прекрасно помимо уничтожения духовного отречения от него религиозно так все просто эстетическая страна тоже она находится в полном незрянуте а мы с вами скажем с уверенностью вот это вот 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 назад и вниз тем чтобы и так выстрелила в сторону духовного возрождения и мы этим будем заниматься но для начала давайте правильно обрисуем тот мир в котором мы живем и так мы с вами говорили о сатанизме современной психологии беседы первое всем доброго